Стоит сразу сказать, что это не школа, не вуз, не колледж, не техникум, это скорее студия или центр, как угодно, только вне системы Министерства образования. Как только мы прибегаем к каким-то формулировкам в виде школы, это уже какое-то юридическое обозначение, поэтому мы вне юридических обозначений. Я называю это центром. Назвали мы это все дело Business Education Center, Latvian Business Education Center, что сокращенно по аббревиатуре получается LBET, показалось звучным, интересным и отображающим то, что мы хотим давать. Мы хотим давать именно знания, которые необходимы молодежи, подросткам для дальнейшей успешной жизни. Именно знания прикладные на русском языке. Мы имеем абсолютно официальное право это делать в качестве как кружка, как студии, то есть мы не претендуем на что, то есть мы будем давать реальные знания, которые нужны для того, чтобы можно было полноценно после окончания школы устроиться на работу, пройти собеседование, прочитать документ, взять в аренду квартиру, разобраться, что такое кредит, что такое лизинг. То есть я, наверное, сейчас покрываю какую-то свою боль, потому что после окончания школы не могу сказать, что я разбиралась во всех этих вопросах, я знала, куда мне идти, как мне что делать и наворотила достаточно большое количество ошибок. Опять же мы будем учить базовому стартовому бизнесу вообще как разбираться, что такое юридическая структура, что такое фирма, как она основана, на чем она основана, какие есть подводные камни, какие есть юридические моменты. Потому что я тоже помню, когда я открывала свою самую первую компанию, мне было 19 лет, я помню, сколько я начудила, не зная законов. То есть открыть проблем нет, проблем потом это все содержать грамотно, грамотно вести бухгалтерию. Если бы я до конца знала все те нюансы, которые меня ждут, я бы поступала иначе, я бы сделала гораздо более грамотно. И я не могу сказать, что это была школа жизни, это была школа незнания. То есть не то, что я что-то новое вынесла, а просто это нужно было знать заранее. Вообще мне кажется, что прежде чем открывать компанию, было бы здорово, если были бы какие-то обязательные курсы, где тебе объясняют, что тебя ждет и какие есть нюансы, связанные с налогами, с законами и со всем остальным. Потому что одно дело открыть, другое дело реально понимать, что ты открываешь и какая ответственность возлагается на твои плечи. И, конечно же, это вообще публичное выступление как таковое, защита своих проектов, мышления, которого категорически не хватает. У нас, к сожалению, после школы такое большое количество информации, которое между собой не связано, где у нас нет причинно-следственных связей зачастую. Бывают, конечно, школы, где немножко по-другому преподносится информация из этих детей, подростков, молодежь, бесконечно рада. Но чаще всего это что-то такое серии «А зачем я это учу? Вот для чего мне это нужно? Где мне это пригодится?» Разница с школьным образованием и с образованием в УЗИ в колледже принципиальная. Это даже не в чем, а во всем. Потому что мы учим к актуальному. Потому что если мы берем образование, то прежде чем вообще отдавать программу, ее нужно утвердить, согласовать, получить лицензии. Проходит определенное количество времени. Пока оно проходит, собственно, мир-то динамично, он развивается сейчас в бесконечно сумасшедшем темпе. И поэтому пока мы что-то лицензируем и аккредитуем, оно на самом деле уже канет в лету и уже нечего будет с этим делать. Опять же, та же самая рекомендация, методичек, которые нужно использовать, те же самые книги, те же самые материалы. К сожалению, после того, как у нас мир вкусил ковид или ковид, неважно, как правильно вставить ударение, тем не менее он имеет место быть. Но, наверное, процентов 90 книг по маркетингу, по менеджменту можно уже, собственно, поставить на полке, как историю, как это было. Потому что то, что сейчас, и как это сейчас выглядит, как сейчас происходит, и что сейчас происходит на рынках, оно совершенно по-другому. Я уже не говорю про санкции, я уже не говорю про какие-то межгосударственные темы, которые вот они возникают, вот они исчезают, вот они появляются, вот новое, 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 новое. И самое главное, мне кажется, во всей этой теме, научиться мыслить и анализировать информацию, то есть понимать, где ее искать, как ее воспринимать и как ею пользоваться. Если подросток, если взрослый человек, если ребенок умеет анализировать информацию, делать из нее выводы, вычленять причинно-следственные связи, подвергать сомнению понятия, перепроверять это все. И умеет этим всем пользоваться, то есть навык думать, навык анализировать, вот что нужно. То, чему мы будем в первую очередь учить, это умение пользоваться информацией. Потому что информации, ну, архи много, а применять информацию в результате мы не умеем. И я это называю, честно говоря, информационным ожирением, когда ты знаешь кучу всего, а применить ты это не можешь. И при этом, какой является такой самый яркий, на мой взгляд, маркер в этой истории, это когда ты вроде бы получил образование, у тебя есть корочка, но ты не можешь устроиться на работу. Если ты профессионал, то ты видишь, где ты нужен. То есть ты как винтик, который понимает, а, вот здесь вот часть моей профессии, здесь я могу вот так, и я здесь могу быть, я и здесь могу быть, я и здесь понимаю, потому что ты являешься частью механизма. А когда ты просто часть информационного потока, ты не часть механизма, ты не можешь себя пристроить, ты не понимаешь, как мне организовать свою работу. Значит, тебя не научили пользоваться информацией, тебе не научили работать в этой сфере, тебе рассказали, что это за сфера, у тебя есть общие знания, то есть в результате ты не можешь себе найти применение. Если ты владеешь темой, то ты применение себе создашь сам. Или ты найдешь организацию, куда ты придешь и скажешь, друзья мои, я владею этим и этим, если я внедрю вот это, вот это, вот это, заметно у вас улучшится то-то и то-то. Или мы можем сделать, ну то есть он видит, где он часть системы. Соответственно, то, чему мы будем учить, это изучать, анализировать, смотреть на конкретных примерах. И наши преподаватели, вот что нам тоже в какой-то мере развязывает руки, смотрите, в школе могут преподавать только преподавателя, которые закончили педагогическое. Огромное количество юристов, бухгалтеров, экономистов не закончили педагогическое. И они не могут преподавать, но они готовы делиться своими знаниями. У них совершенно другое образование, у них колоссальное образование. Даже если ты доктор наук, не в педагогике, ты не можешь преподавать в школе. Это просто печально для меня. Есть очень многие специалисты, которые и рады были бы поделиться, рассказать, как они заработали, как они потеряли, как происходят рынки, что на них происходит, как это все. Им нельзя. Они могут быть как гостевой лектор один раз там за какое-то количество времени, и все. А мы, в свою очередь, в своем центре можем приглашать, и у нас есть огромный штат фантастических специалистов, которые тоже прошли вот эту школу, и потом школу выживания. И они знают, чего они достают. Они знают, чего не хватает. Они знают, чему бы стоило бы узнать раньше, чтобы потом не делать ошибки. Это не учеба на ошибках, это учеба на незнании. А знания потом уже в любом случае у тебя будет свой опыт. В любом случае ты будешь косячить, в любом случае ты будешь искать свой путь, потому что уникальной системы, уникального метода к успеху не существует. Нет той самой таблетки. Но если ты умеешь мыслить, если ты не боишься ошибаться, если ты встречаешь реальных людей из сферы, которая тебе интересна, которые рассказывают, как есть, как реально, не как в книжках написано, а как реально у него было, через что ему пришлось пройти, какие сомнения, какие страсти, ужасы. Все эти синдромы самозванца, все эти очередные возрождения начала с нуля, когда тебе кажется, что весь мир рухнул, и когда человек видит, что вот он, живой пример, вот он не сдался, вот он 50 раз уже банкротировал, и все равно он поднимался, и все равно что-то делал. Но это другое пример, это другой навык, это другие знания, это другой подход, наверное. Мне кажется, что это вообще, этого вообще не достает. Теория важна. Математика бесконечно важна. Но мне, например, в школе не объясняли, что это важно для моей структуры мышления, для того, чтобы я умела делать выводы, причинно-следственные связи. Для меня это были просто примеры, которые были тяжелы. Да, сейчас уже в своем возрасте я занимаюсь дополнительной математикой в удовольствии, потому что я осознала зачем. Пока ты не знаешь, зачем, тебе тяжело научиться. А когда ты видишь, зачем это в этой сфере, в этой профессии, в этом направлении, ты совершенно по-другому воспринимаешь знания, которые тебе дают. Это тоже категорически важно. Так что у нас подходы очень разные. Занятия будут проходить изначально в помещении, в котором я нахожусь, в центре города. Если вдруг случится так, что всех отправят на удаленку, очень хороший опыт работы в Зуме. Как бы это ни звучало, в Зуме можно работать продуктивно, интересно, всем предоставлять слово, дискутировать, общаться. В этом плане уже опыт, к счастью или, к сожалению, достаточно большой. Есть время учебы. Заданий домашних мало, но не есть. И есть понимание, зачем. Зачем ты это делаешь. И честно говоря, сколько я занимаюсь предпринимательской деятельностью, сколько я общаюсь с другими предпринимателями. Все ищут в первую очередь людей, которые хотят работать, хотят развиваться, хотят мыслить, хотят учиться. И которые дополнительно что-то делали помимо обычного классического образования. Где-то пробовали себя, были волонтерами, где-то учились, где-то получали те навыки, которые реально от существующих специалистов. Конечно, волнительно открывать структуру в такой вот прям, в какой-то мере, такая анархия получается, да, что мы выходим у системы, делаем из нее шаг. По сути, на русском учить нельзя, а получается, что можно. Без сертификатов дипломы не даются, так мы и не даем. Понятно, что я переживаю за то, чтобы нас правильно поняли, за то, чтобы нас правильно услышали. Я действительно убеждена, что не всегда бумажка решает. Иногда все-таки решает то, что ты реально понял. Вместо того, чтобы жаловаться на прошлое, я создаю другое будущее. Я думаю, что почему-то, что все правильно. Я в это верю. На сайте есть раздел контакты, там стоит мой прямой номер телефона, то есть собеседование провожу лично, почти по всех проектах я это делаю самостоятельно. Мне нужно понимать, насколько они еще и вместе будут уживаться, да, то есть, может быть, сколько угодно прекрасный человек, но я понимаю, что он не войдет в уже какой-то коллектив, да, который существует. То есть это еще тоже такая дополнительная работа, как команда будет себя чувствовать. Надо мне звонить напрямую, договариваться в удобное время о встрече. Мы садимся, проговариваем. Студент, да, наш ученик может прийти вместе с родителем, например, да, вместе задавать вопросы. Он может прийти сам, конечно, разумеется, если ему нет 18, и в любом случае эта история платная, то в таком случае кто-то из старших должен подписывать договор о сотрудничестве, да, о том, что вот мы планируем учиться год. И окончание учебы в мае, как школьный год у нас получается, то есть вот мы школьный год учимся, и когда каникулы, то каникулы и у нас. Потому что многие уезжают вместе с семьями, и, соответственно, у нас тоже будут перерывы. Так что звонить напрямую, договариваться в собеседовании, садимся, разговариваем, задаем все друг другу вопросы, которые интересуют, и меня меньше всего интересует табель, меня меньше всего интересуют оценки. В 90% это отражение микрофлоры в классе и отношение между учеником и учителем. Ну, очень крайне редко, когда оценка реально показывает знания, может показывать зазубренность, но непонимание, оценка это такое. Поэтому если хочется, интересно, глаза горят, вот оно, а не все эти бумажки.